Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. И снова всех приветствую своих подписчиков и в этом видео я покажу вам самый лучший игровой монитор и стоит он 350 рублей, что примерно 150 гривен. И да, я знаю, тут сразу возникает множество вопросов, а все постепенно и объясню уже в конце, то есть в середине этого видео. Но, давайте сперва я расскажу вам саму историю этого чуда инженерной мысли. Итак, этот монитор прислали мне на обзор компании LG 15 лет назад и вот наконец-то я освободился и решил снять видео об этой модели под названием Flatron L155S. К сожалению, купить эту модель можно сегодня только на Авито, ее очень быстро раскупили еще в 2005, но я нашел продавца и он продал мне его действительно за 350 рублей. В общем, экран тут идет современного стандарта 3х4, далее скорость матрицы 75 Гц, 16 мс, отклик и это должно устроить киберспортсменов. И самое важное, это конечно же разрешение экрана 124х768. Я думаю, не стоит объяснять зрителям, что такая высокая плотность пикселей идеально подходит для работы, но есть небольшая особенность, о которой я просто должен вам сказать. Подключается этот монитор только через VGA кабель и поэтому вам придется потратить внимание еще целых 50 рублей на этот кабель. Честно, это не очень приятная новость, потому что покупая столь недешевый монитор, придется еще добавить за кабель 50 рублей. Однако, изучив эту модель уже поближе, я понял, что это действительно универсальный монитор и заменяет множество вещей в быту. Например, его можно использовать как разделочную доску, подставку для еды, ну а если любите спорт, то можно прокачивать свои мышцы вместо гантеблей. Короче, это очень полезная вещь в доме и за качество этой модели можно тоже не беспокоиться. Если в наше время все мониторы это были такие пластиковые дилда с подсветкой за 50 тысяч, то 15 лет назад делали вещи явно более серьезные. И, к примеру, вот пусть для вас послужит разборка монитора на части. Нет, я не встретил в корпусе целое кладбище из тараканов и всякой там живности, но напротив, внутри очень чисто и пахнет офисными работниками. Это действительно, я так думаю, офисный монитор. В прошлом тут даже остался какой-то вот шифр на корпусе. Скорее всего, это номер сотрудника или пароль в твиттере. Но неважно. Суть такова, что на печатной плате хоть и нет поддержки J-Sync, но зато я не нашел ни единого вздутого конденсатора. А значит это, что это ничего не значит. Ну, в общем, у зрителей возникает, я чувствую всего один простой вопрос. Зачем я это все снимаю? Ну, во-первых, компания LG уже 15 лет ждет это видео. Во-вторых, я устал от современной техники. И, в-третьих, самое важное, я покажу вам чудо на примере своей неудачной сборки в прошлом видео. Сборки, которые я тестировал и сравнивал с консолью Xbox на телевизоре. Друзья, не раз уж мы затронули тему телевизоров, то, безусловно, важным элементом в этой кухне является именно телевизор. И вот ко мне недавно приехал телек под названием iFalcon на квантовых точках с большим экраном на 65 дюймов в Ultra HD 4K разрешении. Я думаю, зрители спросят, а что же такое iFalcon? И ответ очень простой. По сути, это ребрендинг от компании TCL. А компания TCL, мы все ее знаем уже очень давно, является одной из крупнейших в мире производителей бытовой техники и потребительской электроники. И вернемся к нашей модели. Первым, что я отмечу, это тонкий корпус с почти полным отсутствием рамок со всех четырех сторон. Я, кстати, впервые собрал такой большой телевизор, то есть самостоятельно его скрутил. Обычно они все очень тяжелые, а тут я буквально один справился. Выше я уже повторюсь, у нас качественная картинка с отличной цветопередачей за счет QLED матрицы Plus HDR. Но для меня не менее важным является и звучание телевизора. И сия модель имеет поддержку объемного звука Dolby Atmos. Аудиосистема формирует щеткий звук с объемным эффектом. Если будет мало встроенных динамиков, то можно подключить внешний саб к этому телевизору, ведь вариантов подключения большое количество. Первый из беспроводных интерфейсов имеется Bluetooth в последней версии, далее три разъема HDMI, два порта USB, разъем LAN, то есть сетевой, далее у нас аудиовыходы, антенные входы и этого очень даже немало. Так что подключить можно буквально все, плюс в данной модели также есть незаменимые в настоящее время, это полноценная поддержка Smart TV на платформе Google и скоростной приемник Wi-Fi 5G. Сама полочка, кстати, что важно, работает плавно, быстро, это очень важно, потому что я встречал телевизоры иных брендов по такой же цене, но с проблемной смарт-оболочкой. А тут стоит нормальный процессор и оператива внутри и работает все довольно плавно, без подвисаний и затормаживаний. Я пользуюсь этим телевизором уже более двух недель, пока что меня более чем все устраивает, я брал его с расчетом на большой 4K экраны, чтобы можно было управлять голосом, да и цена у него вполне адекватная. Купи телек, можно сейчас, насколько я знаю, в ДНСе, доставка прям под вашу дверь. Единственный минус, я не знаю, куда девать такую большую коробку, 65 дюймов, все же большой экран, и вот я не знаю, куда выбрасывать для коробку или оставить. В любом случае, документы и чек имеются у меня в наличии, на всякий случай. Если кому интересно, я оставлю ссылку на телек в описании под этим видео. Ну а мы вернемся к теме нашего видео. Друзья, если помните ту самую сборочку за 150 тысяч, так вот, она на крутом широкоформатном мониторе абсолютно не тянула на ультра даже 20 фпс. Хотя я очень сильно старался, там все комплектующие были тщательно подобраны, и теперь я снова-таки вернулся к этой сборке, но теперь чуть упростил я задачу и протестировал все это на 2K мониторе Xiaomi, который стоит почти 30 тысяч. Так вот, друзья, сперва на этом неудачном компьютере я запустил Киберпанк на ультра, и там в среднем мы видим от 10 до 20 фпс. То есть, такой результат сложно назвать комфортным, и тут возникает всего одна мысль. А почему это мы смирились, что в ноутбуках за 200 тысяч мы имеем 15-дюймовые экраны, а мониторы на 15 дюймов для нас уже слишком маленькие? Это какая-то дискриминация, ведь 15-дюймовые мониторы имеют право на жизнь, тем более цена у него 350 рублей. Это не 30 тысяч, но и самое важное, это тот же самый неудачный компьютер на ультра настройках, выдает на этом мониторчике почти стабильные 60 фпс. Блин, это очень сложно объяснить, но я все-таки попробую вам донести, что я имею в виду. Ну, смотрите, я проверил на этом мониторе от Xiaomi не только Киберпанк, но и большинство различных игр. И если выставить там ультра настройки в разрешении 2K или QHD, то нормально работает в этом случае только Rainbow 6, и он выдает там, ну, почти 70 фпс. Но вот Ведьмак 3 и, скажем там, Control, там мы все время наблюдаем, ну, не больше 30 фпс. И то, это далеко не очень плавные 30 кадров. Но как только мы эти же ультра настройки закидываем на квадратный мониторчик за 350 рублей, как сразу у нас и Ведьмак, и прочие поднимаются с колен, и мы видим 70-80, а местами даже 200 фпс, как в той же 6-й радуге. И вот тут и возникает основной вопрос. А почему мы, то есть люди, стали жертвами низких настроек, низких показателей фпс, и только потому, что мы имеем дома Full HD, 2K, 4K мониторы. Ведь на самом деле мы подбираем сегодня все комплектующие и видеокарты именно с учетом возможности наших мониторов. То есть, выходит, что если мы собираем сегодня компьютер, то мы подстраиваемся не под свой карман, а под монитор. И сможет ли данное железо потянуть ваш Full HD, QHD и так далее. Выходит, что самая важная деталь, от которой зависит все, что собрано в вашем компьютере, это не сам компьютер, а, внимание, это монитор. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. И теперь смотрите, я запустил Watch Dogs на компьютере, в принципе, с таким хоть и довольно бюджетным железом, там стоит, напомню, 4-х ядерный проц и карта 1660, но компьютер абсолютно не справляется с этой задачей, и видим тут 20 кадров, и спустя 5 секунд там даже 6, 5, 4 и так далее. Но стоит мне эти же ультра-настройки запустить на 15-дюймовом мониторе за 350 рублей, и тут уже абсолютно иная картина, иная жизнь, иное пространство, да, нет, заветных 60 фпс, но зато хотя бы, хотя бы 25-30 фпс, и я больше не вижу падений до 5-6 кадров. То есть мы с вами покупаем за 30-40-50 тысяч крутые 2К-мониторы на 27 дюймов с поддержкой всяких там J-Sync, и получаем отстойный фреймрейт. И опять-таки идем и покупаем снова железо, и тратим еще 30-40-50 тысяч на всякие видеокарты в наше-то непростое время. Но зачем это делать, если можно на этом квадратике просто пройти Киберпанк на ультра и забыть, и потратить при этом всего лишь 350 рублей? Да, экран маленький, да, это не 16 на 9, там не такая плотность пикселей, но как-то же мы получали удовольствие от игр 15 лет назад, ведь это было так действительно. В это время мы не знали, что спустя 15 лет у нас будут стоять на столе мониторы размером с телевизор, и мы были, знаете, вот реально действительно довольны этими квадратиками на 15 дюймов. Возможно, тут вопрос не в том, что качество мониторов стало более высокое, это и так понятно, здесь с этим даже я спорить не буду, а возможно мы просто не можем представить себе иных вариантов и сразу бежим тратить 50 тысяч на мощные видеокарты. А потом я слышу такие вопросы по типу, а потянет ли мой компьютер Киберпанк, у меня спрашивают это часто зрители. И это неправильный вопрос, друзья. Правильно это спрашивать, а потянет ли мой компьютер этот монитор, а не Киберпанк, потому что Киберпанк может отлично идти на ультра, даже на 4-ядерном райзене и на обычной среднебюджетной 1660, хотя сегодня это уже почти элитная видеокарта. Короче, друзья, задумайтесь, возможно в это сложное время с этими доступными ценами на железо есть такой странный, но довольно интересный выход. И цена ему всего лишь 350 рублей. Экономьте! Всем удачи!